Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня город Днепр подвергся массированной атаке. Российские военные обстреляли в частности медицинские учреждения, психиатрическую клинику и ветеринарную. Страшные кадры приходят сейчас из Днепра, как из-под завалов вытаскивают полуживых людей. Есть погибшие, около 30 раненых, и среди них дети, мальчики 6 и 11 лет. Количество пострадавших растет. Не исключено, что новая массированная атака – это своеобразный ответ России как раз на события в Белгороде, о которых мы будем сегодня говорить. Я сейчас коротко напомню о том, как развивались события. Утром 22 мая через КПП Грайвера на границе Белгородской области на территорию России вошла группа вооруженных людей на БМП и танках. Ответственность за нападение взяли на себя Легион Свобода России и Русский Добровольческий Корпус. Это воюющие на стороне Украины соединения, в которых состоят россияне. По словам губернатора области Вячеслава Гладкова, в результате ранения получили 8 мирных жителей. Ну а в телеграм-канале Легиона Свобода России, добровольческого соединения, где, как я уже сказала, служат россияне, воюющие на стороне ВСУ, появилось видеообращение. Говоривший на камеру мужчина осуждал Путина, призывал россиян быть смелыми. Не бойтесь, потому что мы возвращаемся домой, Россия будет свободной. Обещал он и призвал жителей приграничных регионов оставаться дома и не оказывать сопротивления. Но в Кремле, соответственно, в медиа заявили, что это украинские диверсанты. Спустя какое-то время доложили о том, что ситуация под контролем, хотя это расходилось с тем, что говорили представители Легиона Свобода России и Русского Добровольческого Корпуса. Обсудим случившееся с нашим гостем, аналитиком Украинского института будущего Игорем Тышкевичем. Игорь, добрый день. Добрый день. Прежде всего, как это восприняли в Украине? Ну, это стало новостью номер один. Активно обсуждали, следили за тем, что происходит. Я имею в виду, насколько это серьезно восприняли? То есть это действительно восприняли как какую-то попытку подорвать режим изнутри? Это не восприняли как попытку даже захватить какую-то территорию. По целям уже расходились мнения. Поэтому с точки зрения формата «сейчас будет создана либо не создана буферное государство, либо буферная зона», тут этого тоже восприятия такого стопроцентного не было. Можно ли считать это знаковым событием в ходе войны? Да, причем если мы воспринимаем как раз-таки войну, которая началась с 2014 года. Потому что хочу напомнить, что 2022 год – это всего лишь новый этап российско-украинской войны. Достаточно вспомнить появление того же самого Стрелкова и других деятелей, так называемых ЛДНР, на Донбассе. Достаточно вспомнить появление так называемых «зеленых человечков» в Крыму. И слова Путина «это не мы, а потом мы стоим за мирными жителями». То есть, когда Россия начала играть в такую вещь, как гибридная агрессия, в Кремле они понимали, что это дорога с двухсторонним движением и что кто-то может поехать навстречу. Вот фактически сейчас продемонстрировали, что так может быть. Ну, то есть, не высказывается версия, например, в Украине о том, что это может быть инспирировано самими властями России, как такая провокация? Ну, учитывая, что и одно, и другое формирование, они известны в Украине именно как формирование, состоящее из граждан Российской Федерации, воюющих на стороне Украины, и учитывая, что достаточно быстро пошли видео подтверждения именно участия этих бойцов, такая версия, если и высказывалась, то она не стала доминантой в информационном поле. Какой, с вашей точки зрения, это сигнал российской власти? По сигналу российской власти вряд ли можно воспринимать данный рейд именно как такой политический сигнал. Я бы назвал немножко иные цели. Во-первых, сбить или помешать российской власти разворачивать пропагандистскую машину насчет заявлений Пригожина о взятии Бахмута. И это получилось, потому что с 15 часов, вот в момент, когда русские бойцы зашли на территорию РФ, насколько я понимаю, в районе 9-10 утра, вот с 15 часов из российского информационного поля тема Бахмута практически исчезла. Второе. Это посесть определенно тревожное настроение у жителей приграничных территорий, что тоже было достигнуто, особенно последующие дни, расширением географии таких мини-рейдов приграничных территорий в Курской области и на юг Белгородской. Третье. Это, ну тут узнаем, скорее всего, после войны. Это в определенной мере удар в том числе по руководству спецслужб, либо руководству силового блока Белгородской области. Я хочу напомнить, что был введен так называемый план Эдельвейс, который предусматривал, что личный состав находится на своих рабочих местах МВД. И был введен режим контртеррористической операции, который предусматривал, что руководство, кто, согласно российскому законодательству, осуществляет ФСБ. Соответственно, в здании ФСБ проводились совещания, в здании управления Министерства внутренних дел находились и командование, и личный состав. По обоим зданиям в Белгороде был нанесен удар. Неизвестно, были ли там раненые, пострадавшие и так далее, но факт остается фактом. На протяжении трех суток мы не видели ни одного комментария от руководства местного ФСБ. А руководить якобы операцией по зачистке был откомандирован генерал вооруженных сил Российской Федерации, откомандирован с фронта. Вы упомянули Бахмут, то, что это произошло именно на фоне заявления о взятии этого города, это случайность или нет? Нет. То есть люди, которые это делали, специально подгадали под такой момент? Люди, которые это делали, они приняли окончательное решение по дате, точнее, не те, которые делали, а те, кто планировали. Вероятнее всего, приняли окончательное решение по дате после заявлений в Российской Федерации о взятии Бахмута и после начала работы российской пропагандистской машины, потому что Кремлю необходимо было продемонстрировать так называемую военную победу. Военная победа, когда кто-то входит на территорию твоей страны, ну, это явно выглядит, мягко говоря, блекло. Кстати, по поводу российской пропаганды, известно, что она проснулась где-то через полсуток только после того, как все началось, после того, как все эти видео начали распространяться. Почему это так поздно произошло и можно ли это считать признаком растерянности российской власти? В определенной мере, да. Это признак растерянности, в первую очередь, пропаганды, потому что, если мы говорим о диверсионно-разведывательных группах, они реально, ну, практически каждый день пытаются зайти и на одну, и на другую сторону. Но для Российской Федерации вариант замолчать данную проблему, данную ситуацию, перестал быть актуальным, либо перестал быть целесообразным, ну, где-то ближе к 12 часам. То есть, когда рейдовая группа взяла под контроль как минимум два населенных пункта. И когда рейдовая группа пересекла так называемую оборонительную линию, которую строили в Белгородской области. То есть, после этого замолчать ситуацию стало невозможным. Исходя из большого количества свидетелей и появления дополнительной информации. Именно от граждан Российской Федерации. То есть, в таком случае, естественно, плотину вот такого молчания было прорвано. Но было заметно, что на начальном этапе вариантов того, как реагировать, то есть, единой тезисной конструкции не было. Она начала выстраиваться ближе к вечеру. Что зашла ДРГ, ее якобы вот-вот-вот сейчас уничтожили. А как вы думаете, как будут меняться и развиваться эти нарративы в дальнейшем, которые транслирует российская пропаганда? Ну, на данный момент рейд закончен. Однако, подобные рейдовые действия не будут продолжаться. В данном случае российская пропаганда будет пытаться, на мой взгляд, обернуть происходящее себе в пользу. Потому что, если откатить немножко по времени назад и посмотреть тезисную конструкцию, то где-то с февраля месяца в Российской Федерации начали проводить параллели между теперешней войной в Украине и тем, что не называть Великой Отечественной. Путин во время своего выступления на Красной площади состояние на фронте сравнил с Курской дугой. Я хочу напомнить, что начало операции на Курской дуге – это оборонительная операция. Но для населения тезис Великой Отечественной войны не является понятным с точки зрения необходимости мобилизовать силы, экономить средства, проведения военной мобилизации до тех пор, пока нет демонстрации опасности лично тебе, либо твоему государству. И поэтому на определенном моменте, вероятнее всего, российская пропаганда попытается данный кейс, либо данные кейсы использовать для того, чтобы как раз-таки продвигать вот этот тезис об Отечественной войне и создавать дополнительные условия для ужесточения контроля спецслужбами и для проведения той же самой, кстати, мобилизации, о чем уже говорят. Вы сказали, что рейды будут повторяться. Это может повториться в других регионах? Естественно. Для Украины это выгодно с военной точки зрения, потому что Российская Федерация, не ожидая, что такое возможно на ее территории, она не создавала сил прикрытия государственной границы из числа Росгвардии, ФСБ и вооруженных сил. То есть основные войсковые резервы и основные силы сконцентрированы как раз-таки на линии фронта и вблизи от нее, то есть на территории Украины. В данном случае, если бы был один рейд относительно небольшой, то его можно было бы оккупировать силами Росгвардии, пограничников и так далее. Но расширение географии заставит временно передислоцировать определенное количество войсковых частей с фронта, ну точнее, скорее всего, с фронтового тыла на линию границы для прикрытия в качестве такого резерва мобильного. Соответственно, если вот тот момент, когда части снимаются с фронта, но еще не произошла полная перегруппировка, то есть данный участок фронта оказывается менее защищен. И я напомню, что мы ожидаем контрнаступления Украины. Далее схема складывается. Чем Россия попытается ответить на то, что произошло в Белгороде? Ну, пока что явно готового алгоритма нет. То есть наступать Российская Федерация не может. Ракетные атаки, ну они и так идут. Ну, вероятно, будет попытка провести несколько дополнительных ракетных атак, либо атак беспилотники. Вот у меня ночью-ночью была волна из 36 шахедов, либо так называемых гераний. Все 36 были сбиты. Ну, тут выбор ответных мер у Российской Федерации несколько ограничен. Вы писали, что это может иметь последствия и для Беларуси. Какие именно? Ну, это далеко идущие последствия. То есть в данном случае это демонстрация перспективы для Лукашенко, что если Беларусь глубже втягивается в войну против Украины, то есть, например, вступает своими вооруженными силами, усиливает взаимодействие с Российской Федерацией, то аналогичные акции могут произойти и в Беларуси. А это уже определенный сигнал как Лукашенко, так и его окружению. Как мы уже сказали в самом начале, все это произошло на фоне заявлений о взятии Бахмута. И об этом заявлял глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин. Я знаю, что вы в последнее время комментировали его высказывания, которых сейчас становится все больше, и они становятся все интереснее. И вот накануне появилось его большое интервью про кремлевскому политтехнологу Константину Долгову, в котором Пригожин говорит, что Россия своими неудачными операциями сделала Украину страной, известной во всем мире, и не демилитаризовала ее, а наоборот, милитаризовала. Что вы думаете о его высказываниях? Сейчас один из самых распространенных комментариев, что Пригожин, как бы дико это ни звучало, это такая новая оппозиция Путина. Пригожин ни в коей мере не является новой оппозицией Путина. Заметьте, даже в этом интервью Пригожин достаточно аккуратно говорил о Путине. Пригожин является конкурентом, либо политическим противником господина Шойгу. Шойгу и Путин это не одно и то же лицо. Пригожин зависит от Путина, от Ковальчуков, от Роснефти, в первую очередь своей экономической базы, а именно контрактами по Африке. Он не будет идти против тех, кто обеспечивает его бизнес. Другое дело, что функционал Пригожина сегодня и до этого, это поручение, то есть когда необходимо решить какую-то проблему, а формально существующие, то есть легальные инструменты российского государства не подходят, то тогда зовут Пригожина. Я хочу напомнить, что речь идет не только у ЧВК Вагнер. Давайте вспомним проблему так называемых Ольгинских троллей, что потом переросло вначале в Федеральное агентство новостей, потом в медиагруппу Патриот, и в создании нескольких средств массоинформации, которые мимикрируют поднациональные, якобы белорусские и украинские. Это тоже Пригожин. Давайте вспомним геологоразведку в зонах конфликта по редкоземельным металлам, вольфраму, урану. Это тоже Пригожин, в первую очередь в Африке. Но это порученец. Порученец имеет вес, имеет силу тогда, когда в его услугах есть необходимость. Пригожин сейчас почувствовал, что его значимость растет. И он пытается это монетизировать в свое политическое будущее. Либо вписав в частной военной кампании как формально существующий, либо легально существующий часть силового блока. И таким образом, если оценивать окружение Путина в концепции башен Кремля, то стать одним из участников башни силовиков. Именно войти в такой неформально то ли политбюро, то ли ближайшую группу. Второй вариант, но это на более долгую перспективу, Путину после войны, либо тому, кто будет после Путина, в любом случае понадобится некий аналог партии Родина. То есть политический проект, который будет канализировать голоса радикально настроенных, либо имперско настроенных россиян, в том числе ветеранов войны. То же самое, что было после Второй Чеченской. Но эта перспектива ближе к 1925 году. Для Пригожина тоже открываются хорошие перспективы. И по большому счету он сейчас ведет борьбу за свое политическое будущее, ни в коем случае не составляя конкуренцию Путину. С вашей точки зрения стоит вообще обращать такое внимание на его высказывания, и особенно украинцам? Его же сейчас все цитируют, и западные медиа, и все. Ну, я об этом уже писал. То есть хочу напомнить, что перед созданием чувака Вагнер Пригожин был основным инструментом информационно-психологической операции. Его фабрика троллей, его средства массовой информации. И, соответственно, лишний раз цитировать без анализа, зачем он это сказал, человека, который прекрасно знает, что такое пропаганда, что такое информационные операции, как минимум неразумно. То есть ему лишние упоминания идут только на пользу сейчас? Да. Причем он работает в формате качелей. Заметьте, у него бывают либо в его окружении резкие провокационные кадры, либо события, которые вызывают гнев, отторжение, эмоциональную реакцию. Давайте вспомним казни и так далее. После этого, на фоне того, когда к нему есть все еще повышенное внимание, он произносит определенный тезис. В данном интервью, да, он вроде бы похвалил Украину. Украинцы это активно цитируют, но, с другой стороны, он озвучил тот же самый тезис, который сейчас нужен Кремлю. Необходимо проводить новую мобилизацию. Игорь, благодарю за разговор. Я напомню, что гостем нашей программы сегодня был аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич. Кстати, накануне стало известно, что Константина Долгова, того самого пропагандиста, который взял у Пригожина интервью, на следующий же день уволили из проекта «Телега онлайн». Меня уволили из проекта за интервью с Евгением Пригожиным. Уволили буквально на следующий день. Мне сообщили, что в моих услугах не нуждаются и прямым текстом. Сказали, что это из-за того самого интервью. Говорит Долгов в видео, которое он опубликовал в своем телеграм-канале. Я напомню, что вы слушали очередной выпуск подкаста «Украина. Самое важное». Мы говорили сегодня о событиях в российском Белгороде, а также о том, что стоит за публичной активностью Евгения Пригожина. Я Ксения Туркова. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok